всем привет и в этом видео покажу вам самый бюджетный вариант потолка и все укрыли второе нужно снять обои обычно случай когда нужно оторвать обои я всегда пользуюсь валиком мокрая но супер легко убирается вот тут стоит только чуть-чуть подковырнуть мы весь его отодрали вот обоев старых использую гипсовую шпаклевку так как высыхает она гораздо быстрее и это ускоряет процесс нанесения вчера мы уже подготовили потолок и даже сделали первый слой делали его с помощью такого фактурного валика для нанесения штукатурки и я думал что карта получится гораздо больше но получилось она более мелко поэтому этот слой будет у нас как грунтовочный и на 16 квадратов ушло чуть чуть больше чем пол мешка расход прям хороший первый слой наносить рекомендую потому что если вы хотите белый потолок и сделаете на сером сразу карту мира сложнее потом перекрыть белой краской чем имея вот такую уже практически белую подложку сделать карту мира потом сверху просто прикатать ну а сегодня наносить уже буду с помощью губки вот такую губку я взял самую обычную для замешивания сделать вам такую супер не сложную конструкцию но при этом она в разы защищает то есть никуда ничего не разлетается и супер все чистенько аккуратненько получается что касается раствора я делаю такой вот слегка густоватую сметану губкой чинц и погнали вот такие ляпы делать и вот так постепенно постепенно мы продолжаем делаем какой-то кусочек оставляем его подсохнуть и и заравниваем буквально пару минут пока мы делали вот туда практически до конца здесь уже с бывшего все это дело подсохло я использую вот такой шпатель и постепенно начиная вот это дело вот такими вот движениями заравнивать можно полукругом супер крутой этот метод для новичков потому что если где-то много можно убрать и заново передвигать где-то мало можно легко это без проблем добавить и тоже заровнять что касается примыкание стен где не стоит губка я делаю шпателем вот так ну и приглаживаю в два этапа изначально когда вот она слегка подсохла я все это дело заровнял и когда уже практически высохла то еще раз можно вот помощью обычного пульверизатора сделать такую слегка увлажнение и она хорошо закрывает все недочеты которые были до этого и получается такой глянец если сравнивать все таки валик вот я не кайфану от него потому что не совсем может разобрался как он правильно делает но для меня он слишком маленькую оставляет фракцию губка конечно в этом плане победила тоже очень удобно очень быстро то и взял в руку плентом добро расход 16 квадратов полтора мешка это супер бюджетный вариант потолка даже без покраски потолок уже выглядит вот так то есть супер белый казалось бы можно уже оставить так добавить только плинтусы чтобы отбить а вот эти неровности по стене так есть у нас самые обычные декоративные плинтуса так они выглядят атлетик будем на универсальный фикс на примере маленькой планки покажу вам что вот такие горошинки я делаю ну и в дальнейшем вот сюда приклеивать можно зарезать по 45 чтобы там потом застыковать со следующим и вот две штуки уже готова излишки легко убираются тряпочкой салфеткой бумажкой пальцем герметиком под покраску я сейчас вот эти все швы заделаю приступаем красить самый обычный валик и ручка от швабры от самый простой супер круто вот сюда всегда подходит поэтому у меня даже нет специально какой-то при бомбасе не у так вот и брик 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 кролик у нас про супер бюджетный потолок и краску мы выбрали такую же специально не использую валик с большим ворсом потому что максимально хочу покрасить только вот эти вот верхние островки а чтобы глубина была чуть темнее и тогда получится вот такой вот эффект стену защитил маляркой и уже плинтус покрашу кисточкой ну и так уже финально смотрится наш супер бюджетный потолок как тебе идея напиши об этом в комментарии ну и если понравилось поставь лайк мне кстати вы мазут палец